Всем привет, с вами Прия. Время 10 в Москве, большое количество людей открывают сундучки. Ну и я, конечно, не исключение. В текущий момент экзаменационная неделя, приходится рано просыпаться и сдавать всякие зачёты и экзамены. Ну что, поехали. Сундук на ДК, сундук на Воине, сундук на Монке. Колечечко. Колечечко на 5% лайстила. Вау, как это полезно. Ну, кстати, если бы были какие-нибудь статы поинтереснее, ну и сама порча, то даже, скорее всего, это колечко бы наделось. То есть, в текущий момент мои кольца идут без карапта. Но, как мы прекрасно знаем, это не проблема. И, как мы прекрасно знаем, на текущей неделе продаётся кровоточащая рана. Довольно-таки интересный карапт, который, конечно, понерфили. Но стоит задуматься вообще о покупке караптов. То есть, что вам нужно, то, конечно, стоит прикупить. ПВП-тринкет, который с сокетом, конечно, упал вроде бы классно. Но это всё уйдёт вендору. Окей, 2800 эхо-неолота получено. Вещица получена. Идём дальше. Дальше идём на воина, конечно же. Кольцо на ДК — это лут интересный. Но что же упадёт на воина? Если это будут перчатки, то я сразу же вспомню начало третьего сезона. Потому что только в тот момент, когда вышел третий сезон в ФАшный, мне где-то две, три или четыре недели подряд падали только перчатки на воина. Это было довольно-таки интересно. То есть, просто перчатки, перчатки, перчатки. Ничего другого не падало. А в тот момент я планировал на варе играть, делать на нём какие-то движения. Но в итоге перчатки были такие... Немножко в виде останавливающего фактора. Само собой, лутать разные вещицы сундуков всегда приятно. Лутать одинаковые вещицы не то чтобы неприятно, просто это медленно касательно темпа одевания персонажа. То есть, кто-то, например, вытаскивает себе в первую неделю пушку, а кто-то вообще ничего нормального не вытаскивает. Какой-нибудь тринкет непонятный. И всё, и ты сидишь с этим тринкетом. Весело. Ну, такое себе. Так, на защиту лут ставим. А то в прошлой неделе была печаль. Кольцо. Кольцо с пыткой разума. Слушайте, ну это очень даже хорошо. Может быть, я даже его очищу и просто надену. Вроде бы такой вариант меня тоже устраивает. Хорошо, подумаю насчет этого. Модификаторы. Укреплённый, усиливающий, мучительный. То есть, мобы усиливаются при убийстве друг друга. Мучительный. Это что у нас получается? Ну, менее 90% хп, если у кого-то из группы, то вешаются тикающие дебафы, усиливающиеся. Если цель не прохилилится 90% хп. И что получается? Укреплённый. Ну, мобы усилены по хп и атаке. В общем, хорошая такая неделя, в которой нужно много трэша зачищать. Да и всё. Не то, что много, просто быстро это нужно будет делать и с умом. Ну, касательно ума и всего прочего, хочется чуточку сказать о походах в бзду. Так как есть люди, которые, например, ничего о себе не написали. И как мне с ними работать дальше, как мне им давать инвайты вообще в рейд, немножко непонятно. И немножко непонятно касательно перчаток. По-моему, не очень. Пускай они лежат до лучших времён. Когда настанут эти лучшие времена, я, конечно же, не знаю. Ну да ладно, поживём-увидим касательно краптов всех и касательно вещичек. Касательно рейда всё сказал, сундучки открыты, всё замечательно, всё классно. Упало ли что-то полезное? Ну, на ДК нет, на Воина вроде как да. На Нах такие себе перчатки. То есть, например, в сумке у меня и так уже есть 475-е перчаточки с проком искусности. И я, скорее всего, их надену, чем вот эти перчатки, которые ускоряют восстановление способностей. Наверное, да. Наверное, это будет полезнее надеть перчаточки на мастере. Вот так вот. Желаю удачи вам при открытии сундучков. Надеюсь, вам упадёт что-то полезное, что-то классное, что-то реально крутое. Касательно картинки в нижнем правом углу, её стоит отредактировать, потому что она новенькая. Берегите ноги, моете руки. До скорого.